Трёхангельская весть Пастор Стивен Борг, свидетельство Иисуса, помолимся Наш Отец Небесный, мы снова благодарим Тебя за преимущество быть в Твоем присутствии и изучать Библию как Твое письмо любви к нам, как Твое Святое Слово Мы просим, чтобы во время этого изучения свидетельства Иисуса Ты обращался к нам посредством Твоего Святого Духа Помоги нам понять, Господи, для чего Ты послал нам свидетельство Иисуса в эти последние дни чтобы мы приготовились к тому славному событию, которое скоро настанет к пришествии Иисуса в силе и славе И мы благодарим Тебя за услышанную молитву ибо мы просим об этом во имя драгоценное, во имя Иисуса, аминь Я хочу пригласить Вас открыть со мной Библию на 12 главе книги Откровения, стихе 17 Откровение 12.17 Этот стих повествует о Божьем остатке последнего времени Мы сделали несколько открытий по поводу этого стиха но сейчас мы обратим свое внимание на выражение, которое мы находим в самом конце этого текста Там сказано так И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа Итак, Божий остаток последнего времени будет не только соблюдать заповеди Божьи будет не только иметь веру в Иисуса будет не только иметь терпение святых но также будет иметь или обладать свидетельством Иисуса Христа Вопрос, конечно, звучит так Что же такое свидетельство Иисуса Христа? Я считаю, что лучший способ понять значение этого термина вернуться во времена Иисуса или даже прямо перед первым пришествием Иисуса на нашу землю и изучить некоторые детали из жизни Иоанна Крестителя Поэтому я приглашаю вас со мной в увлекательное путешествие в котором мы будем изучать жизнь Иоанна Крестителя которому нужно было приготовить путь для первого пришествия Иисуса Первое, что необходимо прояснить, это то, что Иоанн Креститель стал проповедовать прямо во время великого религиозного пробуждения или оживления Прочтем из Евангелия от Матфея, 3 глава стихи 5-6 Там сказано «Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане исповедуя грехи свои» Заметьте то великое состояние предвкушения и ожидания в народе о котором свидетельствует этот текст «Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к Иоанну Крестителю» Одна из причин заключается в том, что Иоанн Креститель как мы увидим через несколько минут был очень похож, весьма напоминал другого пророка из Ветхого Завета Илью Он одевался, как Илья, ел, как Илья жил в пустыне, подобно Ильи разговаривал, как Илья поэтому народ был в предвкушении и ожидании Мессии ведь сначала должен был прийти предтеча которая приготовит путь для пришествия Мессии и между прочим, иудеи также знали о том, что весьма важное пророчество из Ветхого Завета должно было исполниться в их дни пророчество о 70 неделях или седмицах другими словами, пророчество о 70 неделях гласит, что после первых 69 недель придет помазанный Ильи Мессия и они знали, что 483 года этого пророчества уже истекают от указа о восстановлении и отстройке Иерусалима они могли отсчитать этот срок и они знали, что пророчество о 70 неделях уже переходит в стадию последней недели поскольку Иоанн Крестиктель выглядел как Илья и поскольку это пророчество уже близилось к своей кульминации то в народе царил дух великого ожидания и великого религиозного возрождения у Иоанна спрашивали, пророк ли ты или тот ли ты пророк заметьте, какой он давал ответ в Евангии от Иоанна, 1 главе, стихах с 19 по 21 И вот свидетельство Иоанна когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты он объявил и не отрекся и объявил, что я не Христос и спросили его, что же ты или я он сказал, нет пророк он отвечал, нет итак, на вопрос, пророк ли ты Иоанн Креститель ответил, нет возникает вопрос, кем же он тогда был откроем вместе Евангелие от Луки, 7 главу, стих 27 если бы он не был пророком то кем же он тогда был Луки 7, 27 в этом тексте Иисус говорит следующее все есть о котором написано вот, я посылаю вестника моего дословный перевод вестника моего перед лицом твоим который приготовит путь твой пред тобой итак, кем же был Иоанн Креститель? он был вестником Господним он сказал я не пророк он был вестником Господним к какой же миссии Бог призвал Иоанна Крестителя? мы прочтем несколько текстов сообщающих нам о поручении которое Бог ему дал Иоанн Грибет Иоанна, 1 глава, стих 23 Иоанн 1, 23 он сказал то есть Иоанн Креститель сказал я глаз голос вопиющего в пустыне исправьте путь Господу как сказал пророк Исаия другими словами он был призван исполнить пророчество Исаии еще мы читаем о том что он был призван приготовить путь Господу то есть он был притечей миссии чтобы приготовить путь для пришествия миссии откроем Евангелие от Матфея 3 главу стихи с 1 по 3 там сказано так в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской и говорит покайтесь ибо приблизилось Царство Небесное то есть миссия уже грядет потому что иудеи ожидали наступления этого Царства стих 3 ибо он тот речь идет об Иоанне Крестителе ибо он тот о котором сказал пророк Исаия глаз вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу прямыми сделайте стези ему что же означает сделать прямыми стези ему в древнем мире когда Царь въезжал в город перед ним шла группа людей чтобы удалить с дороги все камни выровнять все ямы чтобы Царская колесница могла ехать по этой дороге легко и ровно вот что значит фраза приготовить путь Господу прямыми сделать стези ему это означает приготовить путь для пришествия Мессии откроем первую главу Евангелия от Луки стихи 16 и 17 там говорят об Иоанне Крестителе еще перед его рождением и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их разве не интересно что он сынов Израилевых обратит к Господу Богу их это значит что они отвернулись от Бога правильно знамите что его миссия относится не ко всему миру а собственно к церкви или к тем кто называл себя служителем Божьим и мы читаем и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их и предыдет пред Ним то есть Иоанн Креститель предыдет пред Мессией в духе и силе Ильи чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников другими словами обратить непослушных чтобы они обрели мудрость праведных и заметьте конечную цель дабы представить Господу народ приготовленный какова же была роль Иоанна Крестителя приготовить народ к принятию грядущего Мессии чтобы они были готовы принять царство между прочим знаете ли вы что Иоанн Креститель не был новатором он ничего нового не принес он не принес никакую новую истину мы убедимся в этом через несколько минут его можно назвать великим восстановителем или реставратором вот что мы находим в 17 главе Евангелия от Матфея в стихах с 11 по 13 Иоанн Креститель был призван на служение не для того чтобы возвестить о каких-то революционных новых истинах новых учениях он был призван восстановить то что было утеряно и между прочим по этой причине в новом завете он назван Ильей вы помните что сделал Илья когда взошел на гору Кормил он взял камни с Божьего алтаря которые валялись разбросанными и восстановил из них алтарь Господу другими словами он восстановил истинное поклонение Богу вот что сказано с 11 стиха Иисус сказал им в ответ правда Илья должен прийти прежде и восстановить все дословный перевод восстановить все но говорю вам что Илья уже пришел и не узнали его если точнее его отвергли и не узнали его а поступили с ним как хотели то есть над ним надругались затем Иисус продолжает так и Сын Человеческий пострадает от них Мессия должен был пострадать как и Иоанн Креститель пострадал от их рук далее написано тогда ученики поняли что он говорил им об Иоанне Крестителе друзья этот стих говорит нам о том что отвергая предтечу они отвергли и Мессию если вы отвергаете того кто приготавливает путь для пришествия Мессии вы в конце концов также отвергнете и самого Мессию здесь используется слово так так и Сын Человеческий пострадает от рук их давайте прочтем еще нечто интересное об Иоанне Крестителе Иоанн Креститель был вообще-то более чем пророк он был не пророк а более чем пророк откроем Евангелие от Луки 7 главу 26 стих Луки 7 26 здесь Иисус говорит что же смотреть ходили вы пророка ли да говорю вам и больше чем пророка дословный перевод позвольте спросить был ли Иоанн Креститель пророком безусловно он был пророком но он был не просто одним из пророков а был назван более чем пророк запомним эти детали ибо мы будем возвращаться к ним позже в нашем исследовании еще один интересный факт об Иоанне Крестителе заключается в том что он не совершал и не совершил никакого чуда Евангелие от Иоанна 10 главе стихи 41 и 42 сказано так многие пришли к нему то есть к Иисусу и говорили что Иоанн не сотворил ни одного чуда дословный перевод но все что сказал Иоанн все что сказал Иоанн о нем о Христе было истинно и многие там уверовали в него вы заметили что Иоанн Креститель не совершил никакого знамения никакого чуда этот факт нам весьма пригодится по мере дальнейшего изучения еще один интересный факт об Иоанне Крестителя заключается в том что он имел свидетельство Иисуса откроем 5 главу Евангелия от Иоанна стихи с 31 по 33 перед чтением я должен кое-что прояснить дело в том что в английском языке есть два слова несущие значение свидетельствовать и оба эти слова являются переводом одного и того же греческого слова поэтому во всех случаях употребления этих двух слов они несут значение одного и того же греческого слова откроем теперь 5 главу Иоанна стих 31 Иисус здесь говорит если я свидетельствую это и есть греческое слово то греческое слово если я свидетельствую сам о себе то свидетельство мое не есть истинно есть другой свидетельствующий о мне и я знаю что истина то свидетельство которым он свидетельствует о мне вы посылали к Иоанну и он Он засвидетельствовал об истине. Не приходите ли вы к мысли о том, что Иоанн Креститель имел свидетельство Иисуса? Это так и есть. Переводы этого слова могут быть разными, но слово везде одно и то же – свидетельство. Иоанн имел свидетельство Иисуса, потому что он был послан Богом для того, чтобы засвидетельствовать об Иисусе. Еще один интересный факт заключается в том, что Иоанн Креститель не был светом. Откроем первую главу Евангелия от Иоанна, стихи 6 по 8. Там сказано, «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства». Здесь опять то же слово – для свидетельства. «Чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него». Он не был тем светом. Был ли Иоанн Креститель тем светом? Нет. Он не был тем светом, но был послан, чтобы свидетельствовать. Здесь снова это то же слово. Это же слово. Он был послан свидетельствовать о свете. Ответим на вопрос, был ли Иоанн Креститель тем светом, на который он указывал. Нет, Иоанн Креститель не был тем светом. Но был ли Иоанн Креститель хоть каким-то светом? Ну, конечно, да. Откроем вместе пятую главу Евангелия от Иоанна, стих 35. Здесь Иисус говорит об Иоанне Крестителе так. Он был светильник, горящий и светящий. А вы хотели малое время порадоваться при свете Его. Ну, имел ли Иоанн Креститель какой-то свет? Конечно, да. Но был ли Он тем светом, на который Он указывал? Нет, Он был не тем светом, а другим светом, который был рассчитан на то, чтобы указывать на более великий свет или засвидетельствовать об этом свете. Думаю, мы можем назвать Иоанна Крестителя меньшим светом, который был дан для того, чтобы привести к великому свету. И, между прочим, это не мое предположение. Прочтем снова 35 стих, а затем 36. Там сказано, «Он, то есть Иоанн, был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете Его». Затем Иисус говорит, «Я же имею свидетельство больше Иоаннова». Кто же был меньшим светом? Иоанн Креститель был меньшим светом. А кто был большим светом? Большим светом, который имел большее свидетельство, был никто иной, как Иисус Христос. Другими словами, Иоанн Креститель был меньшим светом, который Бог воздвиг, чтобы засвидетельствовать о большем свете. Я бы хотел прочесть вам выдержку из классической книги о жизни Иисуса под названием «Желание веков», страница 220. Цитирую. «Пророк Иоанн был связующим звеном между двумя заветами, то есть Ветхим и Новым. Как представитель Божий, он указывал на связь закона и пророков с христианским временем. Он был меньшим светом, за которым следовал Больший Свет. Другими словами, Иоанн Креститель был меньшим светом, ведущим к Большему Свету. Он был не тем светом, но все-таки светом, который должен был привести мужчин и женщин к Большему Свету. По мере чтения пятого главы Евангелия от Иоанна, интересно отметить упоминание еще одного меньшего света. Иоанн Креститель не был, согласно нашему названию, каноническим пророком, то есть он не был одним из авторов библийских книг. В Библии нет книги, написанной Иоанном Крестителем. Но разве это умаляет его как пророка? Конечно же нет. Он оставался пророком, хотя и не написал такой книги, которая вошла бы в состав Библии. Другими словами, он был не каноническим пророком, если хотите. Но знаете ли вы, что был еще один меньший свет, кроме Иоанна Крестителя, который свидетельствовал о Большем Свете? Вы спросите, что же это был за цвет? Откроем пятую главу Евангелия от Иоанна, стихи 39 и 40. Здесь Иисус обращается к иудеям и говорит, «Вы исследуете Писания». Дословный перевод. О каких Писаниях Иисус говорил? Книг Нового Завета еще тогда не было. Иисус еще даже не закончил свое земное служение. Нового Завета, как книги, еще не было. Эти Писания – это книги Ветхого Завета. Иисус говорит, «Вы исследуете Писания, ибо вы думаете через них и иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо Мне». Какую роль выполняли книги Ветхого Завета? Они свидетельствовали об Иисусе. Что же делал Иоанн Креститель? Он свидетельствовал об Иисусе. Сколько же малых светов мы имеем? Мы уже нашли два меньших света, которые свидетельствовали об Иисусе или о Большем Свете. Мы имеем Иоанна Крестителя, неизвестного в то время пророка, не вошедшего в библейский канон. Мы также имеем книги Священного Писания, которые являются частью библейского канона. Откроем пятую главу Иоанна, стихи с 45 по 47. Иисус говорит, «Не думайте, что Я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что Он писал обо Мне. Если же Его Писанием не верите, как поверите Моим словам?» О ком Моисей писал? Он писал об Иисусе. О ком свидетельствовал Моисей? Об Иисусе. Одним словом, Моисей был меньшим светом, который должен был привести к Иисусу как к большему свету. Итак, мы имеем два меньших света. Иоанна Крестителя, не канонического пророка, а также Писания, которые являются частью библейского канона. И вопрос, конечно, звучит так. Зачем нам нужны два меньших света, с помощью которых мы приходим ко Христу как к большему свету? Зачем нам нужен неканонический пророк? И зачем нам нужны Писания библейского закона, которые свидетельствуют об Иисусе как о более великом свете? Неужели для нас недостаточно иметь Писания в качестве меньшего света, которые ведут к Иисусу как к более великому свету? Позвольте показать причину, по которой была необходимость иметь два меньших света, ведущих к Иисусу как к большему свету. Сперва я хотел бы задать вопрос. Верите ли вы в то, что иудеи могли принять Иисуса только на основании того, что они читали в книгах Ветхого Завета? Считаете ли вы, что для них этого было бы достаточным средством, чтобы узнать Иисуса как своего Мессию, чтение только книг Ветхого Завета и принятие этого меньшего света? Согласны ли вы с этим? Я согласен. Вы спросите, почему? Дело в том, что каждое крупное событие в жизни Иисуса было записано в этих свитках. На выданных вам материалах имеется список, который мы вкратце рассмотрим. Мы не сможем прочесть все его тексты. Ветхий Завет утверждал, что Мессия родится в Вифлееме, что Он родится от Девы, что Его рождение будет отмечено звездой, после Его рождения случится массовое убийство детей, Он будет вызван из Египта, Он будет крещен и помазан в конце 69 недели из 9 главы Даниила, Он будет совершать изумительные чудеса, будет влиятельным проповедником, Иудеи отвергнут Его проповедь, многие служили Ему только на словах, а сердца их были далеки от Нему, Он войдет в Иерусалим на слеп от звуки великого ликования, Он изгонит минувщиков денег из храма, храма ревность по Доме Божьим будет снедать Его, Он будет продан за 30 серебряников, Его ученики оставят Его в саду, Он умрет в насильственной смерти, Он скажет на кресте, Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Его руки и ноги будут пронзены, Его одежда будут делить по жребию, Его сердце будет излито подобно воде, Его враги будут плевать Ему в лицо, Они будут предлагать Ему сойти со креста, ни одна из Его костей не сломается, Он скажет на кресте жажду, Его страдания продлятся 3 дня и 3 ночи, Он будет похоронен в могиле богача, Он воскреснет на третий день, Он вознесется на небеса и воссядет по правую руку Отца, разве недостаточно доказательств в книгах Ветхого Завета, чтобы показать Иисуса как Мессию и доказать, что это Он? Более чем достаточно. Так могли ли они узнать Мессию, взирая на один только меньший свет или написание? Конечно, могли. Тогда я спрошу, почему же они не узнали Иисуса как Мессии в этих писаниях? Причина проста. Они жили в период времени, который мы называем переходной период между Заветами. Это период пророческой тишины длиной в 400 лет, между написанием книги Малахии и появлением Иоанна Крестителя. В течение этого периода израильский народ погрузился в густую тьму. Множество ложных учений и ересей проникли в иудаизм, как то законническое соблюдение субботы, учения о бессмертии души и другие пропитавшие еврейский народ. Они были в великой тьме. Они толковали писания так, как им это было удобно. Они надеялись на пришествие Мессии как славного царя и через эту призму преломляли писание Ветхого Завета. Откроем 4 главу Евангелия от Матфея, 16 стих. Там сказано о состоянии этого народа. Мы читаем. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стороне и тени смертной воссиял свет». Так в каком состоянии был народ во время пришествия Иисуса? Они пребывали во тьме. В Евангелии от Луки, 1 главе, стихах 78-79, сказано «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, точнее, восход солнца посетил нас свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Итак, понимали ли иудеи Ветхий Завет? Нет. Пребывали ли они в невежестве относительно пришествия Мессии, который был показан в Верховом Завете? Да, конечно, они были в невежестве. Что же предпринимает Бог? Он предпринимает решение послать им дополнительную помощь. Он как бы сказал «Я воздвигну им пророка, который не пишет книг, или не канонического пророка, который прольет свет на страницы Ветхого Завета, чтобы они могли узнать Мессию во время Его пришествия». Другими словами, Бог сказал «Я помогу им понять пророчество Ветхого Завета, чтобы они смогли увидеть Мессию, когда Он придет, и убедиться в Его истинности как Мессии». Поэтому Иоанн Креститель был воздвигнут не для того, чтобы принести Новый Свет, а для того, чтобы осветить страницы Ветхого Завета, чтобы люди могли понять пророчество, которое они не понимали. Его роль заключалась в объяснении, толковании, исправлении ложных воззрений и ошибок, которые имели место в изучении другого меньшего света или писаний, чтобы они могли распознать Мессию в этих пророчествах. Видите ли, люди во дни Иоанн Крестителя называли себя Божьим народом. Они заявляли о том, что ожидали Мессию, заявляли о своей любви к Богу. И этот же народ, в конце концов, распял своего же Мессию, потому что они не понимали Ветхий Завет. Поэтому Бог решил воздвигнуть Иоанна Крестителя, чтобы привлечь их к изучению пророчеств. Они увидели человека, одетого как Илья, питающегося подобной Ильи, жившего в пустыне подобной Ильи, говорившего подобной Ильи. Возможно, это напоминало им о четвертой главе книги Малахии, где сказано «Я пошлю вам Илью перед наступлением Дня Господня, великого и страшного». Может быть, это пробудит их интерес к непредвзятому изучению пророчеств, и они снова возьмутся за изучение Писания, но уже под влиянием другого, меньшего света, чтобы им понять, что Мессия уже пришел. Другими словами, Иоанн пришел не для того, чтобы принести новый свет, он пришел осветить тот свет, который уже был дан. Позвольте привести иллюстрацию. Когда я приехал сюда, в центральную церковь города Фресно, однажды вечером я вошел в аудиобиблиотеку, чтобы найти там нужную пленку. В этой комнате была кромешная тьма. Я никогда не был в этой комнате прежде. Мне сказали о том, где лежат кассеты. Когда я вошел, я сразу начал искать выключатель, чтобы выключить и найти нужную вещь. Проводя рукой по стене, я не мог его найти. Наверху я мог различить силуэт электролампы, и поэтому решил, что выключатель должен быть. Но несмотря на все мои попытки, я так его и нашел, и я решил найти фонарик. Я пошел в офис, нашел фонарик, вернулся туда и начал светить фонариком на стены. Но выключателя я так и не смог найти. Я решил, что фонаря мне достаточно, чтобы найти пленку, и я немного нагнулся, чтобы поискать пленку на одной из полок. И когда я снизу посветил фонарем на стену, я увидел выключатель, который притаился под книжной полкой. Кто бы мог подумать, что он там будет? И что же я сразу сделал? Я сразу включил его, включил больший свет. Но фонарик для чего мне был нужен? Чтобы найти выключатель большего света. Такова была и роль Иоанна Крестителя, осиять страницы Ветхого Завета, чтобы люди могли понять эти книги и узнать Мессию. Например, когда Иоанн Креститель встречает Иисуса, он говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Разве это истина была какой-то новой революционной? Разве это новые слова для того времени? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Говорили ли люди, «Я не вижу Агнеца, я вижу человека?» Нет. Но о чем они думали в это время? Они думали об утренних и вечерних жертвах, когда приносили Агнецев. 53-я глава, свитка Исаии, говорит о некоем Агнеце, которого ведут на заклане. Агнец. Не это ли тот Агнец, которого мы ожидаем? Иоанн Креститель не принес никакого нового революционного света. Он просто говорил, «Это и есть Агнец, который был предсказан в библейском пророчестве. Читайте книгу Исаии, вспоминайте служение во святилище, изучайте тексты о пришествии Мессии». Одним словом, Иоанн проливал свет на странице Ветхого Завета, чтобы оба эти света, как Иоанн Креститель, так и Ветхий Завет, могли открыть Иисуса Христа, как ожидаемого Мессию. Как видите, роль Иоанна Крестителя заключалась не в том, чтобы принести новую истину или новое учение. Но, к сожалению, по свидетельству Библии, Иоанн Креститель был отвергнут Божьим народом. Евангелие от Матфея, 11 глава, стих 18, гласит, «Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет, и говорят, в нем бес. Его обвинял даже в одержимости бесами Божий народ. Он был отвергнут духовными лидерами». В Евангелии от Луки, 7 главе, стихи 29-30, сказано, «И весь народ, слушавший Его, то есть Иоанна Крестителя, даже сборщики налогов крестились от Него. Проблема была не в простом народе. Мы читаем, и весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи, между прочим, фарисеи были проповедниками того времени, и законники, то есть богословы того времени. Фарисеи и законники, или проповедники и богословы, отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. И как мы уже читали в 17 главе Евангелия от Матфея, стихи 12-13, Иисус говорит, цитирую, «но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали Его». Это значит, что они отвергли Его. «И не узнали Его, а поступили с Ним, как хотели», то есть отвергли. «Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Позвольте же спросить, отвергли Мессию израильский народ? Отверг. И особенным образом Его религиозные лидеры, да. Почему же они отвергли Мессию? Потому что, отвергая меньший свет, вы отвергаете и больший свет. Они отвергли Писание, отвергли Иоанна. Поэтому они не были готовы принять Иисуса, больший свет. Иудеи хвалились и говорили, «Мы имеем Моисея, мы имеем свитки Ветхого Завета». Но они не понимали ничего из написанного в Ветхом Завете. Они пребывали во тьме и слепоте. Поэтому Бог сказал, «Я хочу им помочь. Я пошлю им меньший свет, который приведет их к большему свету». Иоанн Креститель не был вездесущим или непогрешимым. Пророки тоже были людьми. Иоанн Креститель тоже возрастал в своем понимании. Например, он верил только в одно пришествие Мессии, который, придя, уничтожит нечестивых и воссядет на престоле в Иерусалиме. Читая его проповедь в третьей главе Евангелия от Матфея, вы убедитесь в том, что он верил только в одно пришествие Мессии. Но по мере дальнейшего чтения Библии, вы увидите, что Иоанн Креститель, когда он уже был в тюрьме, послал вестников к Иисусу с прямым вопросом, на который он ожидал прямого ответа. Эта Мессия не совсем соответствовала даже его представлениям о Мессии. Поэтому он послал к нему вестников с вопросом, тот ли ты, которого мы ожидаем, или ожидать другого нам? И это тот же Иоанн Креститель, который не сказал, возможно, это и есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Но сейчас он спрашивает, ты ли Мессия, или ожидать нам другого? Он тоже не полностью понимал суть всех библиотических пророчеств. Между прочим, когда эти вестники отправились к Иисусу, хотя Иисус исцелял больных, изгонял бесов и делал другие чудеса, Он сказал ученикам, поедите, скажите Иоанну, что вы видели. И Иоанн наконец понял, что пришествие Мессии состоится дважды. Дело в том, что Иоанн и сам возрастал в своем понимании. Был ли Иоанн пророком, потому что не понимал всего с самого начала? Нет, конечно. Был ли Иоанн Креститель не таким важным пророком, поскольку он возрастал в своем понимании со временем? Нет, конечно. Он был истинным пророком, но он сам возрастал в своем понимании. Было бы нечестно смотреть на Иоанна Крестителя, проповедующего в самом начале, и говорить, что это тот же Иоанн Креститель, который, в конце концов, понял миссию и роль Мессии, уже находясь в тюрьме. А сейчас мы поговорим еще об одном пророке. О пророке последнего времени. Интересно отметить, что этот пророк, которого звали Эллен Уайт, возник также в самом сердце Великого Религиозного Возрождения. Это движение известно как Великое Движение Второго Пришествия, которое имело место, начиная с 30-х годов 19-го столетия и продолжалось по 1844 год. Знаете ли вы, что это религиозное возрождение было исполнением того же пророчества, которое исполнил Иоанн Креститель, придя и крестя Иисуса, или помазавший Мессию? Потому что первая часть пророчества о 2300 годах состоит из 70 недель, а вторая часть состоит из 1260 лет. Речь идет об одном и том же пророчестве, только Иоанн Креститель появился в конце первой его части, а Эллен Уайт появилась после второй его части, прямо посреди Великого Религиозного Движения. У Эллен Уайт также спрашивали, пророк ли ты? Это интересно. Вы знаете, что она ответила? Позвольте прочесть из первого тома «Избранных вестей» страницы 36. Это часть ее проповеди в Батлкрике в известной общине адвентистов седьмого дня в штате Мичиган. Цитирую. Во время выступления я сказала, что не претендую на звание пророчицы. Кое-кто был удивлен таким заявлением, и поскольку об этом много говорилось, я должна привести некоторые объяснения. Другие называли меня пророчицей, но я никогда не присваивала этого звания. В этой же книге на странице 35 она говорит, «Когда я была в последний раз в Батлкрике, я высказалась перед большим собранием в том смысле, что не претендую на звание пророчества. Дважды я возвращалась к этому вопросу, каждый раз желая выразить следующее. Я не провозглашаю себя пророчицей? Если я высказалась недостаточно ясно, то прошу, чтобы все поняли. Единственное, что я имел в виду, это отсутствие с моей стороны притязаний на звание пророка или пророчицы. Итак, что Эллен Уайт отвечала на вопрос, пророчица ли вы? Она отвечала, «Нет, я не считаю себя пророком». Не похоже ли это на то, что отвечал Иоанн Креститель? Кем же была Эллен Уайт? В этой же книге на странице 34. Между прочим, Эллен Уайт сама не показывала на эту параллель, которую мы сегодня рассматриваем. Избранная весть, это он первая, страница 34. Эллен Уайт говорит, «Мой труд настолько многообразен, что я не могу называть себя иначе, как вестницей, посланной передавать в вести от Господа и его народу и поддерживать работу в любой сфере, на которую он укажет. Кем же она была? Вестницей Господней». Не напоминает ли это вам что-то еще? Здесь же на 34-й странице сказано, «В моей ранней юности меня неоднократно спрашивали, являюсь ли я пророком. Я всегда отвечала, что я вестница Господа. Я знаю, что многие называют меня пророчицей, но я никогда не присваивала себе подобного звания. Мой Спаситель провозгласил меня его в вестницей». Как и Иоанн Креститель, она была вестницей Господней. Знаете ли вы, что некоторые называли Эллен Уайт ложным пророком из-за того, что она не совершала никаких чудес? В «Избранных вестях», том 2-й страницы 53-54, сказано, «Некоторые люди заявляют, что не верят в то дело, которое Господь поручил мне, поскольку, как они говорят, госпожа Уайт не творит чудес. Знаем ли мы еще одного пророка, который не совершил ни одного чуда? Это Иоанн Креститель. И она продолжает, «Но братья, смотрящие на чудеса, как на признак божественного водительства, очень рискуют быть обманутыми». Имела ли Эллен Уайт свидетельство Иисуса? Конечно, да. Между прочим, она написала целую серию книг под названием «Свидетельство для церкви». Она сама много раз называла свои труды свидетельствами. Более того, Библия показывает, что церковь в последнее время будет иметь свидетельство Иисуса Христа, или дар пророчества. Вы спросите, откуда такая информация? Давайте прочтем три текста. Откровение 12.17, которое мы уже читали в начале нашего занятия. Там сказано, «И рассверепел дракона жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими отсеменей ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Я спрошу, что же это за свидетельство Иисуса Христа, которое имеет остаток, или прочие отсеменей? Откровение 12.19.10 дает нам определение. Там сказано, «Я пал к ногам его, Иоанн пал к ногам ангела, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова». Что имеет братья Иоанна? Братья Иоанна имеют свидетельство Иисуса. «Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Что же за свидетельство Иисуса имеет остаток в последнее время? Дух пророчества. Братья Иоанна имеют это свидетельство Иисуса. А сейчас откроем 22 главу книги Откровения, стихи 8 и 9. Там сказано так. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же я услышал и увидел пал к ногам ангела, показывающего мне сие?» Здесь такая же ситуация, которую мы видели в 19 главе, стих 9. «Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим». Что имели братья Иоанна, согласно предыдущего текста? Братья имели свидетельство Иисуса. Но здесь оно названо кем? Читаю снова с 9 стиха. «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим». Кому? Пророкам. И соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. Что же значит иметь свидетельство Иисуса? Это значит быть пророком. Стоит ли нам ожидать, что в церкви в последнем времени появится пророк? Конечно, да. Потому что церковь в последнем времени имеет свидетельство Иисуса, которое есть дух пророчества. Почему же это называется свидетельством Иисуса? Потому что пророк в последнем времени будет свидетельствовать об Иисусе. Пророк последнего времени будет передавать вести об Иисусе. Знаете ли вы, что Эллен Уайт, хоть она и не называла себя пророком, сказала, «Мой труд более широк, чем труд пророка». В «Избранных вестях» том 1, страница 32, сказано, «Мое служение предполагает нечто значительно большее, чем деятельность пророка». На странице 36 она говорит, «Мое служение включает в себя роль пророка, но на этом не ограничивается. Оно включает в себя много большее, чем могут вместить умы тех, кто сеет семена неверия». На странице 36 она говорит, «Мое служение предполагает нечто значительно большее, чем деятельность пророка. Я считаю себя вестницей, которую Господь доверил передавать вести для Его народа». Несмотря на то, что она не претендовала на звание пророка, она была больше пророка. Знаете почему? Потому что Иоанн Креститель должен был объединить и связать ветхозаветный период с новозаветным периодом времени. Задача же Эллен Уайт заключалась в том, чтобы создать связь между христианским периодом и вторым пришествием Иисуса Христа. Другими словами, Иоанн Креститель готовил народ к первому пришествию Иисуса, а Эллен Уайт была поручена подготовка народа ко второму пришествию Иисуса. И оба они стоят на границе между двумя эпохами. Иоанн Креститель между ветхими новым заветами, а Эллен Уайт между новым заветом и грядущим Царством Небесным. Знаете ли вы, что Эллен Уайт тоже говорил о себе как о меньшем свете? В «Избранных вестях», том 3, страница 30, она говорит, «Библии уделяется очень мало внимания, и Господь дал меньший свет, чтобы подвести людей к большему свету». Некоторые ошибочно приходят к выводу о том, что поскольку Библия названа светом большим, то этого человека как меньший свет Бог послал для того только, чтобы направить наше внимание на свет больше. Но здесь речь идет о том, что народ сегодня пренебрегает истинным пониманием Библии, точно так же, как и иудеи не понимали свои свитки Ветхого Завета. Поэтому Бог поставил этого человека для того, чтобы пролить свет на страницы Писания, чтобы мы все могли увидеть Иисуса Христа как в Ветхом, так и в Новом Завете. Понимаете, о чем речь? Кто-то спрашивает, пастор, зачем нам нужны два меньших света, открывающих Иисуса? Зачем нам иметь канонический источник света или Писание, а также неканонического пророка, труды которого не входят в Библию? Зачем нам иметь оба этих меньших света? Разве недостаточно нам Библии или одного меньшего света, ведущего к Иисусу как к великому свету? Позвольте объяснить причину. Подобно тому, как период времени между двумя заветами был покрыт тьмой для израильского народа, так и в средние века или в мрачной средневековье тьма покрыла христианскую церковь. Множество ложных учений и обманов, как, например, идея о воскресном дне в поклонении Богу, идея о бессмертии души и многие другие производные от него учения, как, например, идея о вечно горящем аде, все эти заблуждения пропитали христианскую церковь. Тьма воцарилась в христианском мире. Что же Бог сделал? Он воздвиг Эллен Уайт, чтобы осветить страницы Библии истинным светом, чтобы Священное Писание, озаренное этим светом, открывало истину, и народ мог видеть полноту этой истины. Вы успеваете за мной? Было ли ей поручено принести новый свет или какие-то совершенно новые, неизвестные ранее доктрины идей? Нет, конечно. Она была призвана восстановить, показать то, что было погребено под слоем мусором, забыто христианским миром, чтобы люди снова смогли увидеть Иисуса на страницах Библии в Его истинной сущности. Эллен Уайт сама говорила о том, что если бы люди уделяли надлежащее внимание Библии, Бог никогда бы не послал ее с этой миссией. Позвольте спросить, если бы иудеи распознали Иисуса в Ветхом Завете, послал ли бы Бог Иоанна Крестителя своего поручения? Если бы они увидели все то, что Мессия должен был совершить, и по пришествии Иисуса они встретили бы Его с распростертыми объядьями, послал ли Бог Иоанна Крестителя бы к ним? В этом уже не было бы смысла. Так послал ли Бог Иоанн Уайт, если бы христианский мир жил поистине и верил истинному учению Библии? Нет, конечно. Заметьте, что Иоанн Уайт высказывается очень интересно о своих трудах. В пятом томе свидетельств, страница 164-165, она пишет так, обращаясь к конкретному человеку. Вы не знакомы со Священным Писанием? Если бы вы сделали Слово Божие предметом своего серьезного исследования и стремились к достижению библейской вершины и христианского совершенства, тогда вам не нужны были бы и свидетельства. Так достаточно ли Библии? Было бы ее вполне достаточно. Да. Почему же Бог призвал ее к этому служению? Потому что Он желал, чтобы люди понимали Библию, а они пребывали во тьме. Неужели мы будем обижаться на Бога, который подал руку помощи запутанному христианскому миру, чтобы тот воистину понял суть библейской вести? Она продолжает так. И только лишь потому, что вы пренебрегаете познанием вдохновенной Богом книги. Как видите, из-за пренебрежения изучением Библии, Он выжден был помочь вам простыми, цитирую духовно, доходчивыми прямыми свидетельствами, помочь, обращая ваше внимание на вдохновенные слова, которыми вы пренебрегали, и желая помочь вам согласовать вашу жизнь с их чистыми и возвышенными учениями. Куда же Эллен Уайт направляла внимание людей? На Библию. Она продолжает так. Господь желает через данные им свидетельства предостеречь, обличить, дать вам советы и запечатлеть в вашем сознании всю важность истин Его Слова. Написанные свидетельства не заключают в себе нового света. Разве не ясно сказано? Но ставят перед собой цель напомнить, возобновить в сознании людей уже открытые в Слове Божьем истины. Долг человека перед Богом и ближними очень ясно и определенно изложен в Слове Божьем. И тем не менее, только очень немногие повинуются этому свету. Свидетельство – это не дополнительный свет. Она говорит о своих трудах. Но Бог через свидетельство упростил великие истины, уже данные в Его Слове, и избранным им особенным путем изложил их перед народом, чтобы пробудить его, и чтобы никто не остался без света. Разве не ясно сказано? Прямо как Иоанн Креститель? Не для того, чтобы принести новый свет или новое учение, а чтобы снова привести народ к пониманию света, уже данного в Писании, чтобы с помощью этих двух средств мы обрели ясное видение самого Иисуса Христа. Я хочу применить иллюстрацию. Несколько лет назад, когда я проповедовал в Нью-Мексико, я как-то послушал радиопередачи, ток-шоу. Один человек, не адвентист, отвечал на вопросы, и ему позвонили и сказали, «Сэр, у меня два вопроса». Первый вопрос к Библии такой, является ли грехом курение табака? Второй вопрос такой, пошлет ли Бог меня в ад за то, что я курю? Затем голос сказал, «Я ложу трубку и буду ждать вашего ответа в эфире». Я был изумлен своими вопросами, но еще больше я изумился ответными. Служитель, отвечавший на эти вопросы, сказал, «Относительно вашего первого вопроса, я уверяю вас в том, что курение – это не грех, потому что в Библии вы не найдете текста, гласящего, не кури. Что же касается второго вопроса, пошлет ли Бог вас в ад за курение?» Нет. Как раз наоборот. Вы можете попасть на небо быстрее. Этот человек верил в бессмертие души, и, следовательно, он считал, что скорейшая смерть быстрее приводит на небеса. И это был христианский служитель. Он отвечал на вопросе в правилом эфире. Скажите, пожалуйста, существует ли в Библии текст, «Глясящий не кури»? Нет. Но существуют ли другие библейские тексты, запрещающие курение? Да. Разве Библия не говорит, «Не убивай быстро»? Она не говорит, «Не убивай быстро». Нет. Библия говорит, «Просто не убивай». Поэтому, убиваете ли вы себя медленно с сигаретами или быстро пистолетом, разницы нет. То и то убийство. А значит, нарушение заповеди не убивай. Кроме того, Библия называет наши тела храмом Святого Духа, и Эллен Уайт пишет о том, что курить – это грех. Потому что эта привычка разрушает храм Божий. Разве она добавляет что-то новое к Писанию? Нет. Она ничего не добавляет. Она просто показывает принципы, которые содержатся в Писании. Ее труды подобны телескопу. Когда астроном смотрит в телескоп на звезды, видит ли он те звезды, которые вы не видите невооруженным глазом? Да. Разве телескоп создает эти звезды? Разве телескоп выдумывает эти звезды? Разве звезды не существовали без телескопа? Зачем же нужен телескоп? Создавать новые звезды или помочь увидеть те звезды, которые уже там есть? Помочь увидеть существующие звезды? Труды иллюнувают подобно телескопу. Если бы мы имели духовную проницательность, нам этот телескоп был бы не нужен. Но поскольку христианский мир так запутан и сбит с толку, особенно в вопросах пророчеств, Бог решил воздвигнуть пророка, чтобы помочь людям вернуться к истинному учению Библии. В завершение я хотел бы привести еще одну параллель для удобства понимания нашей темы. Кто из вас общался когда-либо с мормонами или членами Церкви Иисуса Христа в святых последних дней? Я вижу несколько рук. Это хорошие люди. Их семейные ценности очень высоки. И принципы здоровья весьма высоки. Иногда они придерживаются принципов здоровья лучше нас, адвентистов седьмого дня. Я говорю это с сожалению. Они также порой больше сориентированы на семье, чем мы. Но тем не менее, когда они стучатся в ваш дом, а они были в моем доме не один раз, чему они желают? Чему они желают вас научить в первую очередь? Что они желают вам показать сразу же на первом занятии? Они желают показать святость книги Мормона. Как Иосиф Смит нашел золотые таблички, как Мароний перевел эти таблички, на которых было написано на языке Древнего Египта, как Иосиф Смит перевел этот текст, в результате чего появилась книга Мормона. Об этом они всегда говорят на первом же занятии. Об истории возникновения церкви Мормон и об истории книги Мормона, которую они называют еще одним свидетельством Иисуса Христа. Вы видели их рекламу на телевидении. Почему же они желают сперва провести занятия по книге Мормона? Позвольте объяснить. Дело в том, что многие из своих доктрин они не могут доказать из Библии. Поэтому они желают прежде всего убедить вас в том, что книга Мормона настолько же вдохновенна, как и Библия, и настолько же надежна, как и Библия. Затем в дальнейшем изучении Библии они уже могут в изучении Библии использовать не только Библию, но также книгу Мормона. Другими словами, для них книга Мормона дополняет Библию. Она не объясняет Библию, а дополняет Библию. В этой книге содержится множество учений, которых нет в Писании, как они сами говорят. Вся история древних американцев, как они говорят, описана в этой книге, а не в Библии. Поэтому они должны убедить вас в том, что книга Мормона настолько же надежна, как и Библия, и благодохновенна. Адвентисты седьмого дня поступают как раз наоборот. Мы проводим изучение Библии или евангельские программы, и всегда устремляем наше внимание на Библию во всех вопросах. Состояние мертвых, суббота, закон Божья благодать, здоровый образ жизни, крещение и все остальные. Мы всегда выясняем, что об этом говорит Библия. И когда мы подходим до самого конца программы, а я надеюсь, мы всегда так и поступаем, мы говорим, между прочим, у нас тоже есть пророк. Вы заметили, что мы не черпаем ни одно из своих учений из этого пророка. Мы опираемся только на Библию. Но этот пророк помогает нам открывать и понимать учение Библии и объяснять его доходчивым современным языком. Вы видите разницу. Эллен Уайт была призвана Богом стать Иоанном Крестителем последнего времени, приготовить Божий народ в каждой сфере его жизни, здоровье, издательская деятельность, образование, духовная жизнь, учреждения и так далее, чтобы приготовить народ во всех сферах жизни ко второму пришествию Иисуса Христа в силе и славе. Как и Иоанн Креститель был послан приготовить народ к первому пришествию Иисуса. И я с сожалению говорю, что многие, даже в церкви адвентистов седьмого дня, критикуют Эллен Уайт. Такие книги, как «Белая ложь» и всевозможные интернет-ресурсы, которые пророчат труды Эллен Уайт, вызывают ненависть к ней. Давным-давно я усвоил урок. Невозможно получить верное представление о ком-то или о церкви от ее друзей и от ее врагов. Невозможно узнать правду от церкви от ее врагов, потому что они будут выставлять ее в более худшем свете, чем она на самом деле есть. Невозможно также получить верное представление и от друзей, потому что они будут выставлять церковь в гораздо лучшем свете, чем она есть. Что же делать? Нужно пойти и узнать все самостоятельно. Не следует обращаться к интернет-сайтам или книгам, повествующим об Эллен Вайт. Нужно обратиться к самому источнику. И к тому же Эллен Вайт не была непогрешимой. Она не была вездесущей. Она тоже возрастала в своем понимании. Чтобы убедиться в этом, просто сравните ее ранние произведения с книгой «Великая борьба». Она возрастала в своей способности открывать истину. И поэтому Бог дал эту изумительную весть и дар Церкви ответить со седьмого дня, чтобы мы послужили им миру. И я молюсь Богу о том, чтобы мы оценили этот дар по достоинству и распространили истину подобно осенним листьям. Перевод и озвучивание Кожевникова Павла Кожевникова Павла Кожевникова Павла